Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Хороший день» и ее ведущие Ксения Каста и Антон Умников. У нас сегодня в студии замечательный певец Прохор Шаляпин. У нас, между прочим, идет пасхальная неделя. Всех поздравляем по-прежнему. Вчера поздравляли и позавчера, и сегодня у нас Прохор Шаляпин. Добрый день, добрый день, страна. Всем хорошего настроения. Как пасхальное яйцо. И просто хорошее, да, я как пасхальное яйцо. Как на вододня елка, все в одном. У нас сейчас Новый год на дворе. Ты что, не видишь, какой мороз в Москве накрыло? Деревья в серебре. Я вчера посчитал анекдот. Если увидите 12 месяцев в лесу, скажите, что апрюлю больше не наливать. Да, это, конечно, удивительно. Ну, смотри, как у нас ждет лето. Да, я думаю, что, ну, ничего, ладно, мы укатим куда-нибудь. Ну, так расскажи, так пек ли Прохор Шаляпин куличи, красил ли яйца? Ты знаешь, дело в том, что мы с моей сестренкой пошли погулять там у монастыря на пролетарку. Мы ходим иногда там в саду, мало людей, и можно поговорить, посплять, мчать, как говорится, интрижки поплести. И мы там гуляем, это правда, крест все время крестишься, знаешь, какой-нибудь скажем друг другу там, ну, что-то такое. Знаешь, и Господи, прости все время, простите, пожалуйста, я верующий человек. Так. Вот, но нельзя так. И, значит, мы гуляем, гуляем, и я гляжу, там куличи продаются. Думаю, ой, какая прелесть, подхожу, значит, кулич, не дешевое удовольствие, я вам могу сказать. Между прочим, в нашей стране. Значит, вот такой куличик 550 рублей. Ну, в общем, думаю, ладно, а что, не отдашь за веру? В общем, я купил этот кулич, но это было 4 дня до Пасхи, ну, до воскресенья, сколько, когда это, среда или четверг? Да, да, да. В общем, я привез его домой, думаю, такой вкусный, задорный кулич, не пропадать же добру. Короче, я за один присест с чаем съел, и получилось так, что за 4 дня до Пасхи я уже смогла за новым. Ты пора уже за следующим идти. Нет, я в субботу вечером пошел в магазин, уже не было ни одного кулича, съели все, потому что людям, понимаешь, предлог, что выпить, что наест со сладкого. Вот, все смели, то есть неужели всем так вот прям много куличей не надо? Это потому что и щеки наедают в желудке, много людей. Ну, кусочек съел, ну, господа нашего, да? Так. Вот, и, значит, не нашел я кулича, на следующий день я поехал в гости, значит, очень много там было блюд, я наелся так, что на кулича уже не осталось времени, ну, место внутри. И, короче, так вот все, что кулич я отведал, ну, пасхальный, только вот это, в понедельник. Понедельник. Пошел, купил, очень вкусный, прям тоже хорошо. Ну, так всю неделю можно, так пасхальная неделя, поэтому всю неделю можно. Да, сейчас, наверное, еще зайду, очень был вкусный кулич, прям такой сдобный. Да, так. Я, кстати, прочитал историю, что твоя бабушка мечтала, чтобы ты стал известным баянистом. Ну... Почему ты без баяна к нам пришел, скажем так? Хорошо не космонавтом. Нет, ну, на самом деле... Игрой на баяне. Нет, ну, песнопение вообще надо дарить радость друг другу каждый день, независимо от того, какая у вас там религия, да. В принципе, главное от всех религий – это любовь друг другу. Уважение, понимание. Вот в чем заключается смысл религии. А так я один раз пришел, там не буду говорить кому, к мощам святое, но там мне нужно было помолиться. И, значит, я немножко обошел очередь за свечками, я просто не понял, что эти люди стоят, но думаю, мало ли, может они... И меня сумками чуть бабушки не убили. Я говорю, бабушки, я так проворачивался, говорю, бабушки, дорогие мои, я испытание для вас. Испытание, ну, простите меня. Не ляяя, сумками. Не признали народного любимца. Да нет, даже не в этом, что я обошел очередь, а я искренне не знал, что они стоят. Я думаю, ну, мало ли, люди постоять пришли, там посидеть, кто... Ну... С синяками ушел? Ну, почти с синяками, я морально разочарован. То есть люди приходят, понимаешь, как бы веруют они, вот они вроде бы делают такие обряды, такие, а на самом деле по делу. А Бог учил всех во всех странах и мирах и религиях любить друг друга, все. Самое важное. Ну, мне кажется, это проблема больших городов, да, столицы, потому что все-таки... Ну, столицы, да, у нас в столице все-таки люди позлее, будем так говорить. То есть я езжу по миру, как-то вот в провинции езжу, в наши, в российские. Мне кажется, все-таки в глубинках люди, конечно, добрее. В глубинках люди, конечно, добрее, да. И между... Наверное, действительно, пробки вот эти у нас всех, хотя пробки сейчас в Волгограде там вообще, у меня буйраки, а не дороги. То есть пробки уже сейчас везде по всей России, от них никуда не спрятаться и не скрыться. Ну, да, уже, потому что инфраструктура была не настроена на это, и кредитных машин раздавали людям. Конечно, я против кредитных машин, пусть меня сейчас многие не поддержат, но я был в Сингапуре и видел, как там решили проблему с пробками. Там ввели огромный налог, если вы хотите жить в Сингапуре и иметь машину, вы платите за нее тройную цену. И люди все ездят на такси, это очень удобно, дешевый вид транспорт, правда там очереди, но они очень быстро проходят эти очереди, удобно всем. Там и автобусы есть. Пробок нету, очень удобно, то есть я там жил в Сингапуре, мне очень понравилось. И дороги убирают роботы, да? Да, и да, с людей берут тройной налог, эти деньги идут в государственную казну, все нищим помогают, там нищих-то особо и нет. В Сингапуре, мне кажется, их просто нет. Ну да, там и ВВП в мире. И вот я понимаю, что, конечно, люди не понимают, когда берут кредит, машину в России, что их дурят, облапошивают эти банки, и они, к сожалению, сегодня больше, конечно, отнимают, чем дарят. Ну ты посмотри на какие острые социальные темы уже переходят наши разговоры. Да, я просто к тому, чтобы люди трижды подумали, прежде чем брать машину в кредит, лучше поскромнее возьмите себе что-то, чем вот это вот, на последние деньги некоторые на майбах ездят. Ой, Прохор, давай не будем о грустном. Да нет, я просто машину хочу снимать. Все радуют. Хороший день у нас все-таки. И поют песни, и давай послушаем твою песню тоже, ой, на лужку. А, да, вы при лужке. Да, да. Давайте. 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 А, да. А, да. А, да. А, да. Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, кстати, да, вот, русская, народная песня, правильно? А вообще, вот, традиционно, после воскресного богослужения, пасхального... Вот, честно говоря, мне так лицо болит. Я вчера сходил... Ну, я немножко омолодился, сходил, время уже уходит. На сколько? Ну, надо себя поддерживать. К Ольге Мороз, к замечательному моему доктору, ничего, что я ее сейчас упоминаю, это моя просто друг хорошая. Да, мы потом возьмем с тебя, рекламируем. После Ольги Мороз чуть-чуть она мне поправила лицо, там улучшилась, чуть-чуть еще не привык к нему. Ну-ну-ну. Была какая-то острая необходимость в этом? Ты немножечко постарел. Видимо, это не было не в тему твой вопрос, по всей видимости. Прохор ушел на другой. Оголик и день, и детям мне нечего надеть. Ну, так ходили люди по соседям и радовались своими песнопениями. Вот ты ходил по соседям, ты радовал, нет? Да, Прохор всегда всех радует. Я всегда сейчас радуюсь, видишь, какая у меня задористая. Я сейчас накупил себе, кстати, я и японской там моды накупил, тоже черные такие стильные майки, футболки. Ну, хоть и подарок нам принесли. Не, ну я в турне сейчас уезжаю опять. Опять? Куда это? Ну, куда, по миру я люблю отдыхать очень. Ну, расскажи, как ты на голливудских холмах провел время. Значит так. Я вообще вне политики, вне вот этих моментов, нигде ничего это не обсуждаю, мне все равно. Так. Я приезжаю, душу воздухом, понимаю, что я человек мира, люблю всех, меня тоже любят все. Так. Языка, если не знаешь, улыбайся, я называю и не прогадаешь. Так. Значит, приехал я в Голливуд, и первым делом говорю, отвезите меня к этой табличке Голливуд. Ну, вот это знаменитое, где все звезды, знаешь, это у нас в голове, да? Думаю, отвезите меня к этой табличке. И понял, почему не все, кто приезжает в Голливуд, до этой таблички добираются. Меня, значит, привезла моя подруга, которая там много уже живет лет. Где-то мы там поставили под горой эту машину, и пошли к этой табличке. Думаю, ну, наверное, идти минут 15, там это, как-то это. Короче, туда идти было 12 километров вверх по вот таким вот этим. Я пока уже дошел, все перехотел. Как на горбов. Я, во-первых, с собой воды не взял, я не знал, что так далеко. Там где-то внизу. Мы его, excuse me, please, help. Это он так смотрит нас с такими глазами. Ну, бегают. Знаешь, там по 100 лет они бегают там все. Вот я всем желаю тогда в 100 лет. Вот. И, в общем, это, говорит, вы что, так далеко. Ну, я не понял сначала, думаю, ну, может, что для него далеко. Может, ему и 10 метров далеко, мы не знаем. И, короче, ну, вы не представляете, я уже потерял подругу. Она разочаровалась, пошла назад в машину. Она говорит, я никогда здесь не была, живу 100 лет, и не была ни разу там наверху. Я дошел до этой таблички. Сколько лет? Подный весь. Вот просто обтираешь, просто ради софи, что не сделать. Ну, хорошо, это тебя впечатлило. Что вообще? Впечатлило. В общем, к этой табличке Голливуд, если вы больной человек, там кому-то скорую вызвали, ну, я тебе правда говорю, это не шутка, на вертолете забирали человека с горы. Там добрался туда вниз, спуститься сердце. А таблички нет? Осторожно. Нет, там, ну, написано по-английски. Ну, мы же, я же смеялся, все, все уроки английские. Вот, вот, вот. Учите языки, друзья, учите. Это всегда, я вот никогда не думал, что я по миру потом вот так поеду. Ну, какие твои годы, ты можешь его еще лучше. В свидетельном жюри Miss Los Angeles 2017. Могу сказать, что наш российский... Так ты там себе невесту искал, что ли? Нет, там, ну, как, невесту и везде, еще и в метро, и в Лос-Анджелесе, и в Голливуде, и на Байверли-Хиллз. Как успехи? Ну, вообще, у меня шоу уже было. Невеста до пороха Шаляпина. Нет, меня там сразила одна девушка очень своей, конечно, умом, красотой. Так, но ты ее нет? Ну, она не хочет сюда приезжать. А, вот она что. Она приезжать сюда не хочет, сама живет на Байверли-Хиллз в шикарном доме, я, конечно, все взвешиваю. Ну, понимаешь, я не могу. Я буду восхождаться скоро на престол российской эстрады, мне царем быть. Я же не могу, ну, российской эстрады. Что вы не знали? Ну, привыкайте. Так, давайте немножечко рекламу. Это что-то тут странное происходит, не переключайтесь в прямом эфире. Мы сейчас поговорим. Так, ну что, у нас беседа с Рокаром Шаляпином? Там он провозгласил себя, да. Я себя ничего не провозглашал. Как? Это король уже на престоле эстрады. Мне придется скоро возглавлять шоу-бизнес, быть императором сцены. И точно так же, как сейчас наши императоры, никого не пускать, всем преграждать путь молодежи. А это что, конец света будет? Да нет, я к тому, что я не могу променять свою матушку-родину, бросить своих зрителей и слушателей и улететь в Америку, жить в Голливуд. Да, у меня там Беверли-Хиллз, дома шикарные меня ждут. Там, по ходу, и невеста шикарная ждет. Невероятная невеста шикарная, а где же я жить-то буду? Вот, и там шикарные виды, все. Но я же не могу всю свою молодость потратить там. И вернуться сюда, уже постаревши, никому не надо. Ни с чем. Я ошибки прежних поколений совершать не буду. Мое место в России, это моя родина, я очень люблю свою страну, я люблю кататься по миру, я люблю смотреть селфи, там сфотографировались, Мальдивы, там Женева, Швейцария. Все, пофотографировались, поулыбались, excuse me please, и все. Развернулись, вернулись домой, потому что здесь мне скоро предстоит это. А кто, если не я, придется спасать? Корону, так кого снимать будешь, непонятно. Снимать ни с кого, мне ее вручат так, мою, собственно. Кто, Филипп Киркоров? Подожди, подожди, мы не вытянем. Я себя никогда ни с кем не сравниваю, и ни чьи имена я тут пиарить не собираюсь, потому что у меня мировые звезды, друзья. Дайан Ворон, моя подруга, которая написала «I'm break my heart», Тони Брэкстон, Леди Гага, сейчас последний хит, Уитни Хьюстон, Шер и даже, ну, в общем, очень много песен. Но самый последний хит будет у тебя, я так понимаю. Да, самый последний хит, и вообще, вот, я тебе могу сказать, что это... Но у нас есть это, король гламура, король поп-сцены, империстр. Это у вас есть. Я живу в каком-то другом видном мире, потому что у меня этого нет. У меня нет никаких королей вокруг меня, я один король. Я захожу, хожу по своему замку, смотрю на себя и... А вокруг и принцессы-то есть вокруг? И принцессы, и слуги. Так, хорошо живет. Представляешь, я хожу по замку, еще не спев ни одного хита. Представляешь, что будет, когда я заполоню собой сцену, как вот нашу... Так уже пора. Так уже пора. Слушай, пока не пускают, там же тоже своя очередь, сейчас эти поколения все... На пенсию. Слава Богу. А ну все-таки с очередью ты считаешься. Ну, это не с очередью, это как, знаешь, ты сказал, река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвение, народы, царства и царей. В общем, это поколение, и придем мы. Потрясающе. С праздником вас, дорогие друзья. Так вот, кого надо было на Евровидение-то отправлять. Слушайте, я где, на ЛДПРТВ или где? Точно, точно. Правду матку сказать вслух. Только на вашем канале. Поедешь на Евровидение? Очень люблю. На Евровидение поедешь? Да, нет. Что, да, нет. Как-то определить. Наверное. Я вообще не понимаю, почему так... Во-первых, людей это раздражает, это Евровидение. Вот что могу сказать. Раздражает все, что с ним связано. Это вся волокита. Потому что у нас в шоу-бизнесе внутри очень много проблем, которых надо решать. Как-то, ну, расчищать эфир, уже молодежи какой-то давать дорогу. Сильной, умной и личностям, а не одноразовым проплаченным артистам, который ничего из себя не представляет, просто деньги занесли. Знаешь, ну, это глупо. И это не личности. Это, ну, просто, как это... Должна быть реформа в шоу-бизнесе. Ну, да, симпатичненько. Красивое платье. Там ее нарядили. Звания, награды. Но это никому не надо, никому не интересно. В итоге в историю это не войдет. Это просто мимо. Все. Людям нужны герои из народа. Из таких вот, из простых семей, которые добиваются всего сами. Идут вперед. Дают надежду другим людям из простых семей. Понимаешь? А по праву рождения мы все можем быть. Просто вот я родился на Рублевке. У меня там кто-то там миллионы, миллиарды. Вот я пою. Но это не интересно. Людям нужны герои. Истории, понимаешь? Такая российская концепция шоу-бизнеса, да? Приемственность некая. Если вы будете петь, как Федор Иванович Шаляпин, тогда это песня. А все остальное это хлам, который сегодня есть. Послушали, забыли. Через год, через два, через десять. Вообще не вспомним. Вот. Так я к тому, что Евровидение это где-то там что-то. Вот мы переживаем. Слушайте, этой девочке очень повезло. Ее отобрали. Ей дали возможность спеть. Она действительно талантливая. Она умиляет. Но мы очень много внимания уделяем этому конкурсу. Потому что у нас внутри огромной страны очень много талантливых людей, которым надо помогать. И мы можем устраивать каждый день. Здесь и конкурсы, и песни, и фестивали. И петь, и наслаждаться. И вот, кстати, на ЛДПР-ТВ был раньше прекрасный конкурс молодых талантов. Шоу-талантов. Где-то можно было спеть, прийти и просто вот без всяких там покровительств и денег показать свой голос. Вот что нужно возрождать-то. ЛДПР-ТВ? ЛДПР-ТВ. Не переключайте. Ну что, у нас еще одна твоя песня. Дубинушка. Давайте. Дубинушка. Ухнем. Сто лет прошло, ничего не изменилось. ЛДПР-ТВ 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 Ну с тромга ЛДПР-ТВ 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 Много песен слыхал я в родной стане, в них про радость и горе мне пели. Но одна из тех песен в память врезалась мне Эта песня рабочей артели Эх, дубинушка, ухнем Эх, зеленая, сама пойдет, сама пойдет Подернем, подернем, да ухнем Эх, дубинушка, ухнем Эх, зеленая, сама пойдет, сама пойдет Подернем, подернем, да ухнем Эх, дубинушка, ухнем Эх, зеленая, сама пойдет, сама пойдет Подернем, подернем, да ухнем Прекрасный клип, но все-таки в этом году что планируешь в плане творчества? Может быть еще один клип? Я все время записываю песни, да Да, там с Леной пытался что-то там записывать Ну с Леной мы записали, да, очень талантливый композитор Алексей Малахов, мой друг талантливый Очень много кто поет его песни сегодня на нашей эстраде Хоть какой-то свежий воздух в плане композиторов Потому что ему 30 всего один год Он молодой, перспективный, уже там, не знаю, песен 150 поет эстрада российская Именно топовые звезды все Вот, ну в общем, это приятно Ну хочется клипов-то побольше, Прохор И клипов побольше, но вообще я ориентируюсь всегда Кому и что я буду петь То есть вот у меня публика, в принципе, взрослые люди В основном состоявшиеся уже и понимающие что-то Которые не будут вот это вот слушать Ну, у тебя есть попсовые У тебя все-таки попсовые песни все-таки есть у тебя Ну а что, ребят, я говорю то, что люди и так знают Что со мной кто-то не согласится, что у нас на радио и на телевидении 90% хлама или старичья, который уже отжил у себя И в принципе уже все надоело и люди переключают Люди заняли свою нишу и сидят Только эти огоньки смотрят, потому что некуда деваться больше Потому что все остальные каналы не имеют таких бюджетов снимать огоньки Сейчас и бюджет даже и у больших каналов сократились Из-за рекламы Ну это ладно, я не буду это рассказывать Это долго, это не плохо, это просто я констатирую факты Так вот, я к тому, что в принципе клипы Эпоха клипов уходит, к сожалению Так, а на смену есть что приходит? Ну, раньше клипы транслировались на больших каналах, на центральных Как вы видите, сейчас они все ушли на кабель На далеко-далеко все дальше и дальше И я анализирую рейтинг рекламы в принципе Но интернет, а как же там же все? Там, в принципе, интернет, большая беда в том, что, к сожалению, накручиваются сейчас и просмотры И определить реально крутой продукт от просто подделки уже невозможно Так же, как и инстаграм Вот 7 миллионов подписчиков Все боты, какие-то японцы, китайцы Непонятные там кто-то Ну тогда по лайкам А они тоже люди Да, ну это ладно, но как-то очень странно Причем российские селебрити имеют там и Мадонна, которая знает реально весь мир Которая действительно суперзвезда Я очень люблю Мадонну Ну Тольги Буза, по-моему, 9 миллионов про этих подписчиков Да, потому что все-таки Ну, понимаете, да? Слушайте, ну если у Витаса миллион китайцев подписчиках, так это нормально? Ну Витас это отдельная тема Витас действительно талантливый человек И весь Китай сходит по нему сама Поэтому это нормальная история Не удался, вы понимаете, как вы похожи Это все-таки природные его достижения Я к Митусу очень хорошо отношусь, поэтому извините Я буду вас защищать То есть, если вы похожи, то вы можете... Нет, Мирос это настоящий продукт Это талантливый человек За него и там было не стыдно И здесь, в общем-то Но, к сожалению, мы видим сегодня, какая картина Но ничего Когда я приду... С продюсером-то все в порядке у тебя, ты мне скажи Кто продюсер сейчас? Продюсирования в России нет Я вам хочу сказать Это сплошной аферизм и мошенничество За которое надо вводить статью Надо разговаривать сейчас, наверное, с какими-то людьми Потому что это берут, значит, деньги ваших родственников Или ваших, или каких-то ваших близких людей И я сейчас из тебя сделаю звезду Что вы можете предоставить? Эфиры, это отдельные люди Песни, вы можете купить их и без этих продюсеров Эти песни Записать клипы Миллион талантливых людей без работы сейчас сидит С Украиной особенно Пожалуйста, снимут вам клип Сделают по лучшему качеству творческую работу Любой капли за, как говорится, за наши деньги сегодня Да, ну я верю в лучшее Я верю в то, что талантливые люди пробьются И всем будет дорога А мы верим в то, что ты все-таки пробьешься на Олимп И будешь радовать нас своим творчеством Спасибо, что был сегодня с нами Всем хорошего дня Пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok